Без катков и тонким слоем. Подъездные пути к путепроводу на загородное ремонтируют по технологии Сларисил. Новоселье длиной в год. Городской прокурор помог подтопленцам из Мазанова получить квартиру в Благовещенске. Про необычные способности и староверов из Бразилии зрителям Амурской осени покажут 12 премьерных фильмов. Об этом и многом другом расскажем в ближайшие минуты в эфире программа «Город». Здравствуйте. Ремонтировать Благовещенские дороги вышел завод на колесах. Он покрывает ровным защитным слоем подъездные пути по обеим сторонам путепровода на загородной. От Красноармейской до Игнатьевского шоссе. В чем особенность технологии Сларисил и сколько она прослужит, расскажет Кристина Слепцова. Издалека черная полоса на проезжей части напоминает свежеуложенный асфальт. Но ничего общего у Сларисила с ним нет. Во-первых, смесь готовится прямо на дороге, в установке, которую называют «завод на колесах». Во-вторых, для укладки не нужны дорожные катки. 15-миллиметровый слой материала рабочие распределяют вручную деревянными грибками. Да и дорожным покрытием в привычном понимании назвать его сложно. Это всего лишь тонкий защитный слой. Установка для производства Сларисила движется со скоростью примерно 5 км в час. До этого времени удается покрыть смесью 200-метровый отрезок в проезжей части улицы Студенческой. Всего на обустройство слоя износа на отрезки между Загородной и Игнатьевским шоссе уйдет около 10 дней, если в процесс не вмешается погода. В дождь Сларисил укладывать нельзя, в отличие от асфальта. Излишняя влага вымывает из смеси битум, оставляя лишь крошку, что не позволяет создать на проезжей части нужный эффект. Навредить могут и автомобилисты, выехав на свежее покрытие. Делать этого нельзя часа 4 после укладки смеси. Сама по себе встала немножечко, но движение запускать нельзя. То есть она уже не пластичная, неподвижная. Все, она уже встала, но движение мы запускаем, ну как минимум, при хорошей солнечной погоде. Нужен ветер и солнышко. Все, и тогда Сларисил очень быстро встает. Если соблюсти все правила, то благодаря тонкому защитному слою получится отодвинуть ремонт проезжей части на несколько лет. Под ним скроются все мелкие ямы и трещины. К тому же это в разы дешевле, чем снимать асфальтобетон и укладывать новый. Плюс Сларисил дает хорошее сцепление колес авто с проезжей частью и, как следствие, снижает аварийность. Впервые его применили в Благовещенске 10 лет назад. Эта технология применяется уже вторично. Первый раз наша компания производила укладку Сларисил на участке Новотройского шоссе между Калининским кругом и поворотом на пятую стройку. Ну, смесь пролежала, весь гарантийный срок. Он составляет 4 года. В полной мере протестировать отремонтированные подъездные пути автомобилисты смогут одновременно с открытием виадуга на Загородной. Оно запланировано на 1 сентября. Кристина Слепцова, Денис Лугов, программа «Город». К 1 сентября сдать в эксплуатацию планирует и стадион 16-й школы. Он готов уже на 70%. Фонари, которые будут освещать современную спортивную зону, уже установили, подготовили территорию для финишных работ. Что именно успели сделать строители за три месяца и какие элементы в спортзале образовательного учреждения будут такими же, как на профессиональных площадках, узнаете из материала Анжелики Павловой. Пока вместо детских голосов на территории 16-й школы гудит строительная техника. Рабочие готовят основания для нового стадиона. О последнем здесь мечтали 35 лет. Именно столько образовательному учреждению, где учатся больше 2000 ребят. Самую сложную работу уже сделали. Проложили ливневку, обустроили дренажную систему. Осталось уложить тротуарную плитку вокруг самого стадиона. Стартовали с места, где установят пьедестал для награждения и флагшток. Конкретно вот этот вот плац, он 320 квадратных метров. Ну и плюс у нас идут еще дорожки, будут небольшие площадочки, уложенные плиткой, именно где будут своего рода зоны отдыха. То есть на них будут стоять лавочки, урны, ну обязательно как бы. То есть таких зон у нас будет 4 штуки. Уйдет на них 640 квадратных метров плитки. Как только их замостят, приступят к обустройству футбольного поля, баскетбольной и волейбольной площадок, беговых дорожек и полосы препятствий. На все потратят свыше 31 миллиона рублей. Учитывая то, что наша школа самая переполненная в городе и у нас одно время занимаются на уроке физкультуры по 3-4 класса, поэтому, конечно, площадки должны быть для всех детей в одно и то же время предоставлены. Я думаю, что вот это современное поле, которое получается, будет обеспечивать. Хотя у нас еще есть планы по дальнейшему сооружению, потому что у нас есть еще теннисный корт, который хочется в ближайшее время тоже реставрировать. Пока рабочие реставрируют шведские стенки, их установят в спортзале школы. Он тоже пережил капитальный ремонт. Здесь заменили проводку, постелили противоскользящий линолеум. Осталось лишь нанести разметку. На то, чтобы сделать все это, у строителей ушло два месяца. Много времени тратится на просушку пола. То есть подготовка сама требует затраты вот такого большого количества времени. Заливка полов и именно сушка нужно выдержать минимум 3-4 недели, иначе укладка линолеума будет некачественной, вздыбится от влаги, которая остается внизу. Нужно было посушить. Ждали долго. Закончить все работы в зале строители планируют через 3-4 дня. Нужно еще установить баскетбольные кольца со стеклянными щитами. Именно такие используют на профессиональных площадках. Заниматься здесь и на новом стадионе ребята смогут уже в сентябре. Анжелика Павлова, Денис Лугов. Программа «Город». По ночам в сквере ЦЭФ появляются танцующие пары в нарядах 19 века. Светящиеся фигуры пока работают в тестовом режиме. Новую художественную подсветку оценил мэр Благовещенска Олег Имамеев. Подсвечены танцующие и прогуливающиеся персонажи синим и желтым цветами. Всего в сквере расположили 21 светодиодную фигуру и 260 ландшафтных светильников. На их изготовление и установку ушло почти два месяца. Фигуры безопасные, прежде всего, достаточно прочны. Надеемся, что никому не захочется их испортить, потому что если захотеть, можно испортить все, что угодно. Но здесь они в меру прочны и достаточно антивандальны. Будем надеяться, что горожане будут с трепетом относиться к этому месту и не испортят ничего. Вот этот принцип подсветки скверов можно применить и к другим общественным территориям, к другим учреждениям различного направления. Фигуры, вот в данном случае здесь мы видим такие фигуры 19 века, танцующий бал, сразу что-то тургеневское вспоминается. Но можно, допустим, спортивные учреждения, спортивные какие-то элементы ставить, там возле зоопарков, каких-нибудь животных или вообще то, что пожелают жители. Благовещенск готовится встретить высокопоставленных гостей. На следующей неделе под руководством премьер-министра страны Михаила Мишустина во властном центре пройдет совещание по вопросу социально-экономического развития Дальнего Востока. Об этом сообщила пресс-служба правительства Российской Федерации. Как уточнили в Кабмине, с докладом выступят министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, министр финансов Антон Силуанов. Кроме того, в совещании примут участие полпредпрезидентов ДФО Юрий Трутнев, федеральные министры, все действующие губернаторы и в Рио глав субъектов Дальневосточного округа. Участники обсудят ход выполнения поручения президента России по ускоренному развитию Дальнего Востока, а также вопросы обеспечения сбалансированности региональных бюджетов. Пункт длительного пребывания в Благовещенске для пострадавших от паводка 2019 года покинула последняя семья. Супруги Карпович и пятеро их детей прожили там полгода в ожидании решения вопроса с их подтопленным домом в Силе Мазаново. Почему ждать пришлось так долго и из-за кого в родные стены герои следующего сюжета так и не вернулись, расскажем прямо сейчас. Здравствуйте! Лучезарной улыбкой прокурора встречают не часто, но в доме Алиси Карпович под другому не может быть. Александру Александрову хозяйка показывают новые четырехкомнатные апартаменты. Новоселье в Благовещенске уже справили. До этого жили в селе Мазаново Мазановского района. Прошлым летом во время паводка дом затопило. До декабря многодетная семья пыталась жить в нем, но в морозы там оказалось совсем невыносимо. С декабря скитались по съемным квартирам. В феврале переехали в пункт длительного пребывания. Последнюю зиму в Мазаново сын Олеси. Десятилетний Арсений Карпович вспоминает с содроганием. Холодно очень зимой. Особенно после наводнения его дома на три сантиметра взбалок шел. Межведомственная комиссия, которая обследовала дома после подтопления, решила, что жилище Олеси Карпович подлежит ремонту. Не предложила предусмотренную законом выплату в 200 тысяч рублей. Хозяйка отказалась. Восстанавливать, говорит, там было нечего. Обратилась в прокуратуру, чтобы протестовать решение комиссии. Мы инициировали совместно с прокурором Мазановского района проверки по обоснованности заключения выданных межведомственной комиссии. Соответственно, помогли Олесе Алексеевне добиться правды по признанию его дома, ее дома аварийным. Ну и, соответственно, получить гораздо другую иную социальную помощь, нежели та, на которую она изначально рассчитывала. Распрощаться с домом и родным Мазанова семье помог сертификат на покупку жилья. С помощью него, взамен утраченной в результате паводка, семья Карпович могла выбрать квартиру в любом регионе страны. Остановились на Благовещенске. Во-первых, у меня детки учатся в колледже. В Арсении уже привык. Ну и вообще, как бы, город есть город. Это областной центр. Как бы тратить, это первый раз в жизни, наверное, такое, что тратить просто сертификат в деревне. Я не имела, ну, как бы, вообще нету смысла. Теперь семья мечтает облагородить свои 70 квадратов, сделать ремонт по своему вкусу и перевести из Мазанова уцелевшую мебель. Алена Лепкалова, Денис Лугов, программа «Город». 18-я Мурская осень станет для Благовещенска осенью премьер. 12 новых полнометражных фильмов, короткометражки – это далеко не все, что можно будет увидеть на фестивале кино и театра. Он пройдет в областном центре с 13 по 20 сентября. За эту неделю горожанам покажут 13 полнометражек, из которых только одна не является премьерной, но ее впервые покажут зрителям. Это фильм «Конференция». Режиссера Ивана Твердовского. Также можно будет посмотреть фильм Александра Цоя «Когда она приходит», о девушке, которая пережила клиническую смерть и обрела необычные способности. Короткометражных фильмов покажут гораздо больше – 24, и практически все из них тоже будут премьерными. На спецпоказах можно будет посмотреть документальную картину о староверах, посвященную их жизни в Амурской области и о Сергее Бондарчуке, которую снял Олег Семенец. А самым главным событием в киномире станет показ фильма «Капитан Голливуд». Евгения Татарова. О теракте в Волгодонске его покажут 16 сентября, в день, когда случилась трагедия. Планируется и показ антрепризных спектаклей. Их список станет известен позже. А вот традиционные встречи в шатре с персоной дня в этом году будут проходить в онлайн-формате, чтобы соблюсти все санитарные нормы. Помочь ветеранам боевых действий могут благовещенцы. Для этого нужно приобрести значок благотворительной акции «Красная гвоздика». Его цена 50 рублей. Желающие могут пожертвовать и более крупную сумму. Эти средства пойдут на оказание высокотехнологичной помощи как ветеранам Великой Отечественной войны, так и ветеранам других боевых действий. Требуется, во-первых, протезирование некоторым, другим требуется, возможно, какая-то помощь оперативная. То есть здесь рассматривается индивидуально каждый человек. Акция «Красная гвоздика» проходит в Благовещенске впервые. Ее проводит благотворительный фонд «Память поколений» и Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы». Сбором средств на оказание адресной помощи ветеранам боевых действий они занимаются уже пять лет. За это время собрали более одного миллиарда рублей. Помогли почти 13 тысячам ветеранов. Ознакомиться подробнее с местами, где можно приобрести значок, вы можете на сайте tvgorod.rf. Спасибо. Эта информация заканчивает наш выпуск. Я с вами прощаюсь и напоминаю, об интересных темах и городских событиях вы можете рассказать, позвонив в нашу редакцию по телефону или прислать фото и видео на наш WhatsApp. И они станут новостями в программе «Город». Всего вам доброго. Встретимся в эфире. В четверг, 13 августа, в Благовещенном Утро будет солнечным. Воздух прогреется до плюс 21 по Цельсию. Едва заметно подует с севера. Днем ветер сменит направление на юго-восточное и усилится до 4 метров в секунду. Потеплеет на 4 градуса. Ясно. Вечером небо останется чистым. Со скоростью 2 метра в секунду подует с востока. Столбики термометров покажут плюс 21. Ночью станет прохладнее на 2 градуса. Восточный ветер в порывах будет достигать 7 метров в секунду. Все небо в плотных тучах. Возможен ливень. Атмосферное давление в эти сутки доставит хлопот метеочувствительным горожанам. Не удержится в пределах нормы и будет низким. Преимущественно 742 миллиметра артутного столба. Улыбайтесь чаще. Слышал, что мэрия принимает заявки на предоставление субсидий предпринимателям, чей бизнес пострадал в условиях пандемии. Кто именно может рассчитывать на поддержку и как ее получить? Первый на сегодня вопрос задал Михаил Колесников. За субсидии может обратиться предприниматель, чей АКВЭД по состоянию на 1 марта 2020 года вошел в перечень пострадавших от ослей. Либо если у предпринимателя снизилась выручка в апреле этого года по сравнению с 2019 годом и первым кварталом 2020 года. Для того, чтобы обратиться к нам за субсидией, необходимо посмотреть на сайте администрации города Благовещенска, исчерпывающие перечень документов. И до 10 августа подать заявку. Работодатель в течение трех последних месяцев не выплачивает мне полную зарплату. Никакие разговоры не помогают. Подскажите, предусмотрена ли в таком случае какая-либо ответственность для начальника? Ответа очень ждет Ирина Караулова. Статьей 5.27 Кодекса об административных правонарушениях РФ предусмотрена административная ответственность работодателя в виде предупреждения или штрафа в размере до 200 000 рублей. При этом за каждое нарушение норм законодательства о труде, например, нарушение сроков выплаты зарплаты, нарушение процедуры привлечения работников дисциплинальной ответственности, нарушение сроков ознакомления с приказами об отпуске и т.д. образуют самостоятельные составы административных правонарушений. Узнал из интернета, что за ночь человеку может присниться до 15 сновидений. Правда ли? Я что-то и половины не помню, назадачился Виктор Казаков. В течение каждой ночи нам точно снятся сны, при том их довольно много снится. Примерно раз в один час у нас точно возникает фаза быстрого сна, но там может прокручиваться довольно большое количество сновидений, и человек в течение одной ночи может видеть и 6, и 8, и 12 сновидений. Другое дело, что большая часть из них, они нами не запоминаются. Моим родителям по 80 лет, и им до сих пор приходит квитанция по оплате капитального ремонта. Расскажите, с какого возраста не нужно платить за капремонт, и куда следует обратиться, чтобы платежки больше не отправляли? Интересуется Татьяна Реснянская. На федеральном, равно как и на региональном уровне, отсутствует законодательный акт, который позволил бы лицам, достигшим 80-летнего возраста, не производить уплату взносно-капитальный ремонт. Законодательством предусмотрена компенсация расходов по оплате взноса на капитальный ремонт. Для получения данной компенсации гражданам необходимо обратиться в Управление социальной защиты по месту жительства. В настоящее время, в период распространения коронавирусной инфекции, необходимо выбрать дистанционный способ подачи документов. «Хочу завести собаку», — приглядывая немецкую овчарку. Знакомый сказал, что это самая легко обучаемая порода. «Подскажите, так ли это на самом деле?» — спросил Егор Потапов. «У собак дрессировка передается, по сути, на генетики. И так как у немецкой овчарки для того, чтобы попасть в разведение, они обязаны сдать общий курс дрессировки, они должны сдать защитный курс дрессировки. Поэтому, естественно, что генетика подсказывает собаке более быстрые и правильные решения. И поэтому считается, что собака более легка и проста».